Всем привет, с вами Игорь и сегодня я хочу рассказать о результатах установки дополнительных радиаторов в свою систему отопления. Кто смотрит мои видео регулярно, тот знает, что у меня тепловой насос самодельный. Кто первый раз смотрит, у меня там есть плейлист, я оставлю ссылочку на него, на плейлист, как сделать тепловой... Все про тепловой насос, называется плейлист. Там серия видео есть, как сделать тепловой насос, там всякие мои эксперименты, видосики, там много чего про тепловой насос есть. Я отапливаю с тепловым насосом, это практически все стопы, ну не 100, там на выходных я могу протопить печку. Почти все основное нагрузку по отоплению, это берет на себя тепловой насос. И работает он у меня на радиаторную систему отопления, не на теплые полы. Потому что у меня дом уже был готовый, и теперь это все раскурочивать под теплые полы, я не имею никакого желания это все ломать. Ну это сами понимаете, это на процессе этапа строительства, то да, можно заложить теплые, но когда дом готовый, это... Поэтому я пошел по пути увеличения количества радиаторов. Вот, и добавил я три недели назад радиаторы, два штуки, метр восемьдесят один длиной и один метр сорок. Два таких радиатора, стальные. У меня все остальные радиаторы 22 типа и высота 50, только разная длина. В итоге у меня сейчас получается восемь с половиной метров радиаторов, плюс теплоаккумулятор. Это металлический ящик на 400 литров неутепленный, он примерно отдает тепла, как один радиатор на полтора метра. Я так прикидывал, подсчитывал, где-то так. Получается в итоге у меня около десяти метров радиаторов для дома, почти 60 метров квадратных. Ну, я там пересчитал, 65 у меня нет, я там писал, что у меня 65, нет, у меня 65, у меня почти 60, там, без 59, там, с копейками. Вот, почти 60 метров, да. Это я считал, наверное, раньше или снаружи, или как я считал, не знаю. Вот, ну, для такого небольшого домика, это, конечно, 10 метров радиаторов 22 типа, это много, но зато мне позволяет это держать в системе около 30 градусов. Сейчас, если раньше мне надо было примерно до 35 градусов доводить температуру в системе отопления, то сейчас мне достаточно 31. Почему мне это так важно? Я показывал видео, там, эффективность теплового насоса, в недавнем видео, вижу, не помню, там, я меряю коэффициент эффективности, то есть потребление электроэнергии тепловым насосом при температуре в системе отопления 25, 30 и 35 градусов. Вот, посмотрите это видео, из него видно, почему надо понижать, делать как можно менее низкотемпературную систему отопления для теплового насоса, да и вообще для любой системы отопления, твердотопливный котел, это касается и электро, и газовый, газовый, там даже есть специальные газоконденсационные, у них и КПД намного выше. Вот, что это мне в итоге дало? Получается, что, как бы, энергию, которую мне надо затратить, количество энергии, для поддержания в доме 18-20 градусов, у меня осталось та же самая, та же самая, да, ну, ее надо одинаковое количество, что при температуре в системе 30 градусов, что 35, то есть количество тепловой энергии надо одинаковое, но компрессор теплового насоса, он меньше ест электроэнергии, при меньшей температуре конденсации, при меньшей температуре в системе отопления, то есть я, по сути, экономлю электроэнергию, у меня уменьшаются счета, чем меньше я снижаю вот эту вот температуру теплоносителя. Вот спрашивали у меня, какая температура у меня в доме, вот у меня градусник, сейчас покажу, я думаю, сфокусируется, вот, я думаю, видно, да, почти 20 градусов у меня сейчас в доме, вот, и мне этого достаточно, мне больше и не надо, вот, это, как бы, я думаю, это нормальная температура, 18-20 градусов в доме, вот, там, спать даже вообще рекомендуют врачи, при более низкой температуре около 16 градусов, потому что организм лучше отдыхает, ну, вы знаете сами это, в жару отдохнуть, выспаться, это нереально, невозможно, вот, там пишут, смотрел я в ютубе, там, много видеороликов, что загоняют теплые полы, даже в теплые полы, это при такой площади, вроде бы, самое такое низкотемпературное, но загоняют и 40, и 45 градусов, я не понимаю, для чего это, это или очень холодный дом, или он не утепленный, или что там такое, ну, теплые полы, по всему дому, если теплые полы, еще и 45 градусов, может быть, люди там хотят 25-30 в доме, то вполне возможно, мне как бы хватает 18-20, мне столько не надо, вот, вот такой вот результат получился, вот, ну, вроде бы, все сказал, да, ну, что не сказал, спрашивайте в комментариях, ну, результатом я довольный, тепловой насос у меня работает примерно, наружной температуре, в том смысле, что он не берет тепло с наружного воздуха, а то, что дом больше, конечно, теряет, когда большие морозы, это примерно 10 часов, если до нуля градусов, если уже ниже нуля, это примерно 12 часов в сутки, ну, 50 на 50 получается, и если там мороз уже такой, ниже 10 градусов, градусов 10 мороза и ниже, то уже до 15 часов в сутки, то есть, получается, запас мощности у теплового насоса есть, он не работает постоянно, он у меня работает так вот, накачал он определенную температуру и выключился, кстати, думал я, что добавкой вот этой вот радиаторов, я достигну баланса систем, то есть, ну, про какой баланс я говорю, я думал, что тепловой насос, он там, да, выдает какое-то количество тепловой энергии, и при добавке вот этих вот двух радиаторов, я думал, что отдача энергии вот этой тепловой системой моей отопления в дом, она будет такая же, как и выработка тепловым насосом, ну, вот, вот таких вот пределах температурных, до 30 градусов, вот я хотел, так, 33-31, вот, но этого не случилось, ну, это, наверное, даже и хорошо, ну, что тогда бы он вообще не выключался, он бы постоянно работал, то есть, вот эта точка баланса, она где-то выше, там может быть больше 35 градусов, где-то там, может, 37-38-40, я не знаю, я не доводил эту вот температуру в системе отопления до такого уровня, поэтому он у меня накачал тепло, сам выключился, выключается он у меня уже сам, я уже придумал, как сделать, еще не придумал, как сам включаться, чтобы там по температуре, это не так просто, как кажется, вот, и, ну, вот так вот, вот, вроде бы, оно все работает, да, так что, вот, мой опыт, еще раз такой вывод сделаю, что мой опыт, практический опыт, показывает, что не надо в системе отопления, там, 50, 60, 70, 80 градусов, достаточно при, ну, просто большем количестве радиаторов, достаточно 30 градусов, 30 градусов, все, она все, чтобы поддерживать в доме 18-20 плюс, вот, вот как-то так получается, ну, если что-то не сказал, может, забыл, пишите в комментариях, спрашивайте, вот, все, всем пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok